Уважаемые дамы и господа, мне очень приятно выступить сегодня в Совете по международным отношениям. Я благодарен за приглашение посетить Совет и за инициативу проведения этой встречи. Я, естественно, хотел бы начать с того, что поздравить всех присутствующих, независимо от их политических предпочтений, с избранием нового президента Соединенных Штатов Америки. В России оценивают выбор американского народа как выбор в пользу перемен. Мы приветствуем избрание Барака Обамы, рассчитываем на его последовательные шаги по преодолению тех проблем, которые накопились в наших отношениях, в российско-американских отношениях за последние годы. Понятно, что любые перемены даются нелегко, особенно в период, когда весь мир охвачен огромным, таким просто неподдающимся пока окончательному анализу финансовым кризисом. Любая трансформация в такой период особенно сложна и болезненна. Однако время диктует необходимость перемен. Мы это понимаем у нас в стране, и я уверен, что осознание этих перемен и создало тот результат, который произошел недавно. Безусловно, то, что произошло в Америке, я имею в виду выборы, это внутреннее дело Соединенных Штатов. Но Соединенные Штаты Америки это супервлиятельное государство, Поэтому мы всегда анализировали то, что происходит в Америке, и понимаем важность всех внутриполитических процессов, влияние этих процессов на мировую среду. Мир находится в очень сложном положении. Совершенно очевидно, что он оказался не готов к тому, чтобы отвечать на самые сложные вызовы современности. Во всяком случае, система финансового регулирования оказалась абсолютно анахроничной, не приспособленной к тому, чтобы быстро и адекватно давать ответ на те сложности, которые произошли. Сегодня в Вашингтоне состоялась встреча двадцатки наиболее влиятельных экономик мира. Скажу вам предельно откровенно, еще несколько месяцев назад я не мог поверить в то, что она состоится. Но у кризиса есть не только отрицательные моменты, но и иногда определенные положительные стороны. И вот как раз этой положительной стороной является возможность провести на самом представительном уровне ревизию существующей финансовой системы, создать новую финансовую архитектуру. И признаюсь, я доволен теми результатами, которые сегодня состоялись в Вашингтоне. Во-первых, удалось согласовать декларацию, которая включает, на мой взгляд, во всяком случае, надеюсь, что и на взгляд моих коллег, руководителей других государств, включает основные принципы и правила, по которым мир может строить свои финансовые отношения, глобальную финансовую систему в ближайшие годы. Я не могу вам обещать, что, скажем, новый Бреттон-Вуд возник сегодня в Вашингтоне. Но совершенно очевидно, что сделан шаг к созданию такой системы. И это очень важно и для того, чтобы снять проблемы, существующие в экономике Соединенных Штатов Америки, в Евросоюзе и в Российской Федерации. Россия – часть глобальной экономической системы, нас не обошли те проблемы, которые существуют в других странах, и мы, к сожалению, платим за них такую же высокую цену. Поэтому наш интерес к проведению этого саммита был очень велик. И еще раз повторю, что, на мой взгляд, его результаты вполне позитивны. Заключаются они, конечно, прежде всего в том, что мы сделали первый шаг, но очень важный шаг к тому, чтобы создать контуры новой системы. Мы договорились о том, что встретимся через относительно короткое время, уже где-то в конце марта, в одной из стран, значит, вероятно, это может быть или Япония, или Великобритания, для того, чтобы подвести итоги работы за несколько месяцев, и уже, может быть, посмотреть на те документы, которые будут подготовлены. С такой периодичностью глобальные игроки, наиболее крупные экономики никогда не встречались. Но легитимность любой международной системы зависит от того, насколько она приспособлена к тому, чтобы быстро отвечать на вызовы и угрозы. Поэтому и та система, которая сегодня готовится, та система, которую мы сегодня обсуждали, должна включать в себя механизмы раннего предупреждения или раннего оповещения. Надеюсь, что нам также удастся их создать. Это, наверное, наиболее горячая тема и наиболее важная новость сегодня, для, во всяком случае, тех, кто участвовал в саммите 20-ки. Но не менее важной темой является, долгосрочная тема, это российско-американские отношения. Несколько слов в начале разговора о наших двусторонних отношениях. Они очень содержательные, очень глубокие и весьма непростые. Надо признать, что в последнее время возник кризис доверия. И в финансовом мире сегодня нет доверия. И это находит свое проявление в других сферах. Я считаю, что и в российско-американских отношениях сейчас нет того доверия, которое необходимо этим отношениям. Именно поэтому мы связываем такие надежды с приходом новой администрации. Безусловно, и действующая администрация многое сделала для того, чтобы создать фундамент российско-американских отношений, современных российско-американских отношений. Я упомяну только так называемую Сочинскую декларацию, которая отразила все то, что произошло в российско-американских отношениях за последние 8 лет. Но этого, к сожалению, мало. По многим позициям мы не смогли найти общего языка. Это печально, но это так. И я считаю, что в наших силах создать принципиально другую основу для того, чтобы российско-американские отношения были бы по-настоящему партнерскими. У нас ведь очень много общих тем. Это и стабилизация глобальной экономики. И ядерное разоружение, обеспечение преемственности в процессе контроля над вооружениями. Именно поэтому так болезненно, во всяком случае, у нас в стране воспринимаются односторонние проекты, которые существуют в военно-политической сфере. Мы всегда исходили из того, что все самые сложные решения, все решения по наиболее сложным проблемам необходимо искать на подлинно коллективной основе. И примеров-то здесь достаточно. Это и Афганистан, и ситуация вокруг иранской ядерной программы, и ядерная проблема Корейской народно-демократической республики. И, наконец, просто антитеррористическая борьба. У нас был уникальный шанс создать принципиально новый фундамент отношений после 11 сентября. Это не означает, что все шансы упущены, но, как минимум, многие вещи, которые могли случиться, не произошли. Совершенно понятно, что сотрудничество между нашими странами гораздо важнее, чем получение каких-то односторонних преимуществ. Во всяком случае, я это понимаю именно так. И именно поэтому мы можем изменить стратегический контекст российско-американских отношений. Есть вопросы, по которым нам нужно будет принимать решения достаточно быстро. Мы делали еще летом прошлого года наше предложение о совместной оценке потенциальных ракетных угроз в Европе и коллективным противодействием этим угрозам. Мы остаемся открытыми к этому диалогу. Более того, могу вам еще раз сказать в этом зале, что мы не будем действовать, отвечая на европейскую пробу первыми. Мы будем действовать только в порядке ответных шагов. Да и то в том случае, если программа будет продолжаться в неприемлемом для нас варианте. Мы свои предложения делали, мы открыты к тому, чтобы обсуждать и другие варианты. Во всяком случае, как мне представляют...